Много времени у нас было. Хорошо, ничего страшного. Итак, сегодня мы продолжаем занятия с Альфиной Рагибовной, город Мегио. Тема занятия «Гарвардский метод принципиальных переговоров». Вы открыли презентацию, да, Альфина Рагибовна? Да. Вот таким образом мы с вами создаём наглядный учебный материал, который может быть использован в работе и других групп, учебных групп по медиации и конфликтологии. Я попрошу вас, поскольку это метод универсальный достаточно, Альфина Рагибовна, посмотреть, набрать в YouTube «Гарвардский метод медиации», посмотреть аналогичные вебинары, которые мы проводили с другими, с другим составом участников, может быть, с других центров подготовки медиаторов. Но давайте начнём с самых основ. Ещё раз вспомним, что такое позиционный торг. Есть много иллюстраций позиционного торга. Одна из них связана с соседскими конфликтами, так называемые конфликты в сфере жилищного пространства. Вот здесь взят пример из книги «Махтель Пель. Приглашение к медиации». Издание 2009 год. Уже, можно сказать, достаточно популярное, общеизвестное. Я только модифицировал немножко этот пример, сделал его более приемлемым для российской аудитории. Представим себе, что два соседа, Ольга и Олег, совместно проживают в одном доме. Полудом у одного хозяина, полудом у другого хозяина. Таких домов в России много. И вот здесь есть объективное ограничение в виде теплотрассы, которое не позволяет выйти за пределы вот этого пространства. Ольга и Олег, как соседи, решили сделать крытый навес для того, чтобы можно было оставлять свои автомобили в условиях дождя и снега. Удобнее, чем ненакрытое пространство. Но вот проблема заключается в том, что Ольга настаивает на использовании не дорогостоящих материалов, не долговечных, а Олег, напротив, до безобразия в этом отношении придерживается лучшее качество, это немецкое качество, поэтому берет все по максимуму. В результате стороны не могут прийти к определенному соглашению, они спорят по смете и, наконец, принимают решение строить два навеса. Отдельно Ольга, отдельно Олег. Однако из-за вот этого ограничения по габаритам два навеса предполагают, что в середине возникает опора и в результате это решение становится субоптимальным, не самым лучшим, другими словами. Вот, теперь у меня вопрос к вам, Альфина Рагибовна. Вы, наверное, уже настроились? Да, да. Вопрос в следующем. Как вы думаете, можно ли назвать эту ситуацию позиционным торгом? Вы чувствуете, что та и другая сторона фактически защищает свою позицию, очень жестко отстаивает свою позицию, забывая об общих интересах. Давайте проанализируем, в чем здесь заключается общий интерес двух конфликтующих сторон и каковы действия в рамках позиционного торга. Мы бы заинтересованы нас в том, чтобы было комфортное условие. В этом сооружении, да, да, да. Но различие в позиции в том, что материал для среди, ну, как бы разница. Таким образом, если бы стороны действовали из своих интересов,